Есть легенда, что существуют люди, которые покупают новый смартфон не потому, что старый отбросил коньки, а, например, с появлением нового флагмана. В общем, я не из таких, я пользуюсь смартфоном до последнего, пока он еще работает. Но что делать потом, когда старичок отправлен на пенсию? Продавать его бессмысленно, а выкинуть жалко. И если у вас остался такой смартфон, и он работает, я расскажу, где его можно применить. Если вы в душе главный герой из фильма «Бэйби Драйвер», то вам просто необходим смартфон в машину, он послужит навигатором и видеорегистратором. Все просто, заходите в Google Play и ищите нужное приложение. Это могут быть гуглокарты, Maps.me или Waze. Та же история и с видеорегистратором, программ множество. Например, Car DVR and GPS Navigator или Daily Roads Voyager. Старый смартфон сгодится и при занятиях спортом. Даже самый медленный сможет посчитать шаги с помощью пидометра или калорий благодаря калорий-каунтер. Старый смартфон можно использовать и в качестве камеры слежения. Эдакий Джон Сноу на страже вашего королевства. Например, с Home Security камера Alfred изображение передается на любое из ваших устройств. Можно даже сделать сеть из нескольких камер смартфонов. Осторожно! Есть риск увидеть ночной штурм холодильника вашими домашними ходоками. По аналогии работает и Dormi радионяня. Любое движение или звук моментально приходит на ваш рабочий смартфон. Если угораете по олдскульным играм, то можно превратить старый аппарат в игровой контроллер. В интернете множество инструкций и приложений типа S-консоль, геймпад или Air-консоль. Подключаем смартфон к ПК или телевизору и играем. Если все эти варианты вам не понравились, то вспомните о бабушках, дедушках или детях. Им такой смартфон для связи может оказаться в самый раз. А если вы в курсе, как можно еще использовать старый смартфон, пишите ваши варианты в комментариях. mesma, пока. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok